всем здравствуйте мои хорошие сегодня будем продолжать мы вязать свитер вторая серия девчонки вот тут я чуть-чуть застопорилась сейчас буду рассказывать что я делала буду рисовать а вы сделайте свой вывод ну я думаю думаю все таки до истины я дойду следующий как бы следующую деталь я вязала спинку вот в источнике у нас там фотографии я просмотрела его хорошенечко он приталенный я приталивать не буду чувство не хочу тут косы она и так ляжет по фигурке я и так боюсь эту косу как-то в это влепить чтобы было красиво всего набрала 116 петель и провязала 26 рядов резинкой 26 рядов резинкой 2 на 2 вот она что еще хочу сказать в оригинале вы кто вяжет больший размер в оригинале нитки плотнее чем мои и вязка такая свободнее то есть и спицы там наверно 4 очка я вижу туго так что вот этот расчет петель я вижу на 40 размер но он вполне подойдет 42 44 даже 46 зависимости от того какие у вас нитки я вижу очень туго поэтому более чем уверена что 90 процентов из вас будут вязать не так туго поэтому девчонки вполне возможно ориентироваться на этот мой размер ну и чуть-чуть подкорректировать где подкорректировать сейчас скажу вы можете подкорректировать вот в этих местах то есть изнаночные петли либо убрать либо добавить когда распределяете ну это тоже вы можете сделать меньше коз больше коз кстати спинка я что-то почему сделала кус и не знаю так мне захотелось хотя ее вообще можно связать изнаночной гладью и ничего страшного не случится на мой взгляд по мне по мне она так там таки связано в оригинале я его не видела ну я в общем сделала вот так вот 116 петель всего у меня а по ширине сейчас я вам скажу сколько в моем случае это получилось чтобы вы хоть немного ориентировались вот 45 сантиметров то есть размер маленькие девчонки поэтому мой размер маленький далее распределила опять же раз два три 4 5 6 6 коз по 4 петли ой не влезла 1 но в общем 6 вы поняли да по 13 петель между ними сейчас я проверю даже потому что 2 3 4 5 6 по 13 как и на рукаве 4 петли коса кромочной и здесь сейчас 1 2 3 4 5 6 не везде у меня по 13 и плюс по одной кромочной вот это получается 116 петель далее ровно никаких никакой талии ничего в каждом шестом ряду переброс косы все ничего я здесь не делала то есть 26 рядов резиночка двоечкой спицами туго вот 116 петель и далее ровно основным узором теперь девчонки основной нюанс основной мой ступор со спинкой понятно вы сейчас начинаете вот кто уже связал рукавчики так как я начинайте вязать спинку ни в коем случае не начинайте вязать с переда потому что читая там потерялась во первых я вот вот так вот моя заготовка выглядит кстати писали мне девчонки в комментариях по поводу вот этой вот косы что она вяжется не так не надо вязать здесь по две вместе вы знаете я все-таки я увеличила эту косу на весь экран компьютера и там действительно вот так вот связано то есть типа будет вот этот перри перекосится этот ром да она и в оригинале там так перекошен может я чего-то не понимаю но и там писала девчонка кстати как в кому интересно этот комментарий посмотрите под видео где узор я вот этот разбирала самое первое видео где я разбирала этот узорчик вот посмотрите почитайте где-то она там писала где то есть это коса попроще по-другому вяжется кто хочет по-другому они моим способом пожалуйста посмотрите там в комментариях я его не удаляла я спокойно к таким вещам отношусь поэтому посмотрите почитайте решите для себя пока вы вяжете спинку если вы пробовали этот узор вот именно тут который я вижу видите как она она действительно она перекошена ну так она же и в оригинале также перекошена понимаете ну ромб он не ромб вот в общем на ваше усмотрение как вы хотите хотите вяжите моим способом я вижу своим кстати возможно до следующего видео я уже и буду и теме вязать может быть она будет плохо поэтому вяжите пока спинку начнем с этого а вперед уже со следующего видео я точно вам скажу довязала я вам его и какой косой и в итоге что у меня получилось так что я сейчас рассказываю что у меня есть вот здесь вот я перед потому что я потом забуду по свежей вот смотрите в оригинале опять же у нас здесь одна косичка но так как у меня тонкие нитки я что-то решила сделать в 2 потому что ну вот очень одинокая так вот поэтому у меня их 2 если у вас толстые нитки то вам возможно одной хватит у вас вот это центральная из толстых ниток поплотнее нитки или по побольше плотность вязания она у вас будет объемнее и больше вот опять же девчонки думайте над своими нитками думайте над своими изделиями вот смотрите теперь я сложила вот эту часть в моменте ромба не трогая вот эту косу понятное дело что здесь она у нас будет шире и там где ромб его это я вычисляла и вот моя спинка вот в моменте ромба она она все у меня одинаково ширина как я этого добилась сейчас я вам расскажу я начала вязать но я поняла что точно такое же количество петель набирать это не вариант вообще то есть я набрала петель больше сейчас я вам все расскажу для того чтобы достичь в этом самом узком месте ширине ширины как бы нужно и нам соответствую которая ширины которая будет будет соответствовать спинке тут долго думала кстати я чуть-то мудрила там мудрила думать да шо ж такое да как же его все таки совместить разумно также чтобы эти два узора но все совпало в общем вот такую вещь я надумала итог тоже я же говорю не спешите вязать переднюю часть я свяжу от когда она уже будет проверено у меня готова тогда вы уже перед начнете вязать вот а пока вяжите рукава и спинку там уже уж точно не ошибетесь не не это так сейчас рассказываю набирают петли сколько я их набираю вот резинка все те же 26 рядов это мы понимаем резинка 2 на 2 спицы 2 миллиметра сколько петель тут у меня 130 петель то есть 130 петель то есть разница у меня вперед шире в наборе на 14 петель видите 14 петель и разница тут у меня 116 а тут 130 видите но это нужно для того чтобы как бы но я посчитала что это правильно что так 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 будет лучше потому что если будет 116 в этом моменте она стянется будет сильно узкой вот если она попадет до вместо талии то да хорошо а если попадет до на грудь и будет это место стянуто поэтому я вот так вот его компенсировала так резинку мы понимаем и теперь распределением опять я вам покажу свое распределение сорок одна петля это центральная наша коса потом две косички по 4 петли здесь и здесь здесь у меня 13 13 как обычно 13 13 и здесь 10 петель по моему сейчас я проверю 1 2 3 4 5 да и здесь вот по 10 изнаночных петель вот огни по 10 тут по 13 изнаночных 44 коса 41 центральная коса и 2 кромочные все вот это наше распределение скосу вяжем по тому видео по тому узору где я показывала вязала еще один момент знаете что я что у нас получается тут тоже одна неприятность мы не можем скорректировать длину потому что нам по сути до горловины нам нужно вывязать вот эти два ромба и вот эти между ромбами 20 рядов что я вязала и 3 от эти части по 20 рядов тут вот все весь узор мы не можем его закончить это в середине ром хотя возможно и можем но я уже руководствуюсь оригиналом поэтому чтобы она была так как в оригинале но единственное что я косы там чуть-чуть добавил по одной косички поэтому вот так вот сейчас я посчитают видите у меня связано начало узора можем мы еще подлиннее удлинить вот здесь в этих местах то есть не 20 рядов а 30 провязать и вот здесь вот 30 знаете туда будет длине его сейчас я вот сейчас вам измерю сколько у меня получается длина до проймы вот она где-то 40 сантиметров получается вот это полтора раппорта ну а ну чуть больше чем полтора вот и здесь вот у меня будет пройма ряда не буду считать потому что у вас может быть здесь захотите 30 по длине удлинить кстати если удлинить я думаю сама коса будет выглядеть ложится даже будет лучше если вот эта часть будет длиннее вот это вот то есть если вам нужен длиннее свитер у меня где-то он будет но под 60 сантиметров сколько будет я вам все потом скажу вот и вот в этом моменте где у нас ромб в половине в этом месте здесь я буду начинать делать пройму вот поэтому смотрите у меня на спинке даже здесь распущены нитки потому что я сначала спинку больше а потом начала перед уже думаю с этим узором думаю буду я их параллельно вязать потому что надо его как-то совмещать попытаться совместить вот поэтому пришлось кусок спинки распустить до проймы и длину уже корректировать по переду то есть вот такой вот еще момент может быть вам тоже придется вязать параллельно как я не но чтобы этот узор или сначала перевод потом спину в общем девчонки подумайте я вот вам показываю параллельно а вы думаете как вас вам удобнее вот вяжите мои хорошие кто совсем запутался сегодня такое сумбурное видео потому что информации много и вся она такая 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 странная противоречивая поэтому задавайте вопросы отвечу следующем видео обязательно отвечу или отдельное видео сниму вот и будем как-то доходить до истины вместе вот а с вами была вика и школа рукоделия всем желаю большой удачи успехов вот мои вперед спиночка заготовочки до проймы вы пока вяжите спинку можете начать вперед либо вяжите параллельно до следующего видео а в следующем видео будем разбираться я проверять полную пройму и будем разбираться все у вас с вами была вика школа рукоделия всем пока пока и больше